Бургас В Фуентаде, в Сент-Андере, в Сан-Себастьяне, в Памплоне, в Сарагосе, в Нуэвалосе и в Гвадалахаре. Итак, первым городом посещения для нас стал Бургас. Город очень красивый, а вот с парковками здесь проблема. И если отель не предоставляет годную парковку, то мы рекомендуем подземную рядом с центром. Бургас был основан в IX веке королем Альфонса III Великим, как важный опорный пункт в борьбе против мавров. Главной достопримечательностью города является Кафедральный собор Богоматери. Это даже не собор, а целый соборный комплекс. Он был заложен в 1221 году указом короля Кастилии Фердинанда III, как главный храм королевства. А завершилось строительство в XVI веке с добавлением шпилей фасада и капелл. Собор является наиболее ярким памятником испанской готики. Его гигантская аркада стала атрибутом храмов испаноязычного мира. Алтарь был освящен в 1260 году, после чего на протяжении 200 лет строительные работы не проводились. Главный фасад собора, большая часть которого построена во второй половине XIII века, ориентирован на запад и посвящен Богоматери. Самый древний фасад, южный, построен в 1230-е годы. В скульптурной форме на нем изображен Христос в окружении апостолов и ангелов. Восточные апеиды были построены во времена Ренессанса в XV-XVI веках. Во двое из них расположена капелла, где захоронена канитабль Веласко и его потомки. В 1919 году в соборе был захоронен испанский национальный герой Сид Компеадор и его жена Дония Химена. Здесь же с 2007 года находится Тесона, меч, принадлежавший Сиду. Рядом с собором на площади находится арка Санта-Мария, через которую выходим к одноименному мосту. Вечерние прогулки по набережной реки Орланса – любимое занятие местных жителей. От собора можно подняться на небольшой холм Сан-Мигель, на котором расположен Бургасский замок, возвышающийся над городом на 75 метров. Замок был построен в IX веке графом Диего Родрикисом. Вдоль улиц города можно встретить множество старинных церквушек и всяких штучек-дрючек. Знать бы еще, кто они такие. Это была Испания в июле 2017 года.